Всем типичный кабак из 90-х пацаны! Ну правда технически никто из нас там не был, но это не важно. Потому что сегодня у нас Слава Мерлоу, Хамали, Новои, кто бы мог подумать? На моем канале приступаем! 120 ударов в минуту наш темп на сегодня. И начнем с того, что добавим контакт, в который мы включим шикарную гитару. А именно Electric Sunburst Deluxe в скобочках мелоди. И идем в Piano Roll, в котором у нас выбран Scale, Lya и какой-нибудь там минор. Но первая нота будет не Lya, а Mi. Но аккорд все равно будет Lya-минор. Вот, по факту это Lya-минор, просто у нас он обращен. Так что нижняя нота это не важно, короче, просто это обращение Lya-минор. Протягиваем его на два такта. Следующий аккорд начнется с нотки D, то есть R. И тут будет уже тоже так же. Да, только тут будет еще одна штучка. Вот так вот нотку берем и ставим интервальчик. Потому что так звучит круче. Здесь у нас будет первая нотка уже F. Да. Но не совсем. Смотрите, вот так мы сократим, сократим. Здесь опять же сделаем интервальчик. И здесь у нас будет... Не знаю даже как назвать. Это, по-моему, это есть. Опять же, идеальное время сказать, что это все плод моего воображения, как я это делаю обычно. Но, по-моему, там звучит все вот так. И еще F. Вот так. Вот. Я так услышал. То есть там вот этот дрейн какой-то точно есть. И вот я постарался вам его так показать. Теперь давайте нажмем, наверное, сначала Alt R, чтобы все это рандомизировать. У меня включен только Velocity. Биполяр отключен. И я как-нибудь... Вот. Акцепт. Пофигу. Сделаем все чуть-чуть погромче. И жмем Alt S. Окей, окей. Нормально. Вот так наверху выделяем. Ctrl B. И здесь, опять же, я не уверен, но, по-моему, так, что именно в последнем такте у нас все идет не совсем так, а... И D. Ну и давайте вот как-нибудь вот так, вот так. И погромче. Да. И, естественно, у нас есть там еще одна гитара, которая уже акустическая. Добавим еще один контакт. Илья Ефимов АГ, то есть акустик-гитар. И она играет следующую партию. И вот этот тарадан, мой как раз мы сейчас и воспроизведем. Да. Ну там еще как-то криво, типа вот немножко как-то вот так, что ли. Нет. А здесь уже... Давайте я просто покажу. Вот так. И вот так. Ага. И тоже как-нибудь давайте все это дело скривим. Да-да-да, вот оно. Теперь давайте снова Alt R. Только вот это потише и вот это потише. Теперь наверху выделяем, Ctrl B жмем. И вот здесь вот удалим и поставим вот просто на D. Ну а скачать проект, который у нас получится в финале этого видео, вы сможете у меня в инстаграме по ссылке в описании, как только этот ролик наберет 3333 лайка. То есть если вам понравились вот эти парты, которые я прописал и еще пропишу. Если вам понравился оригинальный трек или вы просто хотите поковыряться в проекте, а тут поверьте мне, будет в чем поковыряться, то можете поставить лайк этому ролику. И уже очень скоро вы сможете скачать этот проект, как я уже говорил, у меня в инстаграме. Ну и на него тоже можете, собственно, подписаться. Пришло время прописать биток из вступления. Не звучит, поэтому делаем вот так и вот так. Ага. И жмем Ctrl B. И последний звучок. Немножко еще тише. Да. А нет, тут надо вот так. Вот так. С забыл нотку добавить еще. Но этому сэмплу немножко старт тайм подкрутим и чуть-чуть ауто, чтобы вам полегче. И теперь этот звук. Ctrl B просто. Последний убираем и сделаем погромче. Шикарно. Есть там точно такой звучок еще. Угу. Тун-тан-там. Тун-тан-там. Угу. И в конце. Тун-тун-там. Берем вот этот звук. Шикарно. Бит из вступления у нас уже готов. Теперь давайте все это пока отключим и добавим основной биток. Почти все звуки я взял из P-Base, то есть из Polo B-Shot E-Guard. И Use Loop Points на басе отключим. И немножко Out ему подкрутим. И правой кнопкой мышки Cut Itself. Парт баса довольно простой. Бум. Бум. Нет, тут D. Только здесь E. Теперь дублируем. А здесь уже F. Выделяем Ctrl C. Жмем Ctrl K, чтобы перейти на кик. Ctrl V и Alt K. Enter. И готово. Клэп. Готово. Snare. Вот так. И вот так. Наверху выделяем Ctrl B. Убираем вот этот звучок. Ctrl B. Хайхеты. С хайхетами поинтереснее. Давайте с сэмплом поковыряемся. Немножко Out. Немножко EQ в минус. И немножко Boost. Просто шикарно. Теперь мы пропишем его не на C, а на D. И вот последний звучок убираем. И вот тут будет несколько пробежек. На третьей одной. Ctrl U. И просто удалим вот так. И можно немножко растянуть, чтобы было чуть помедленнее, чем одна треть, но не обязательно. Ctrl U. Теперь дублируем. Но вот здесь, наверное, уберем эту пробежку. И естественно, для E-бойности нам нужно не забыть покрутить Shift. Но не сильно. Open Head остался. Ему просто Start Time немножко откручиваем. И EQ ему в минимум. Готово. Мы прописали все ударные. И теперь у меня к вам вопрос. Какой из релизов этой пятницы вам показался максимально крутым? Потому что какая-то супер монументальная пятница получилась. O.G. Buda, My Yacht, White Punk, The Limbo. Если вам не трудно, напишите в комментариях, какой из этих релизов, какой из треков вам понравился больше всего. Или если вам ничего не понравилось, то просто что вы послушали, что вы можете об этом сказать. Мне реально интересно это почитать. А я все комментарии читаю. Я реально, может, отвечаю не на все, но читаю совершенно точно вообще все. Лично мне больше всего понравился EP Mid-West, который такой хайпер-по, блич-кор, потому что мне просто интересен этот жанр. А этот EP очень-очень бодро звучит. Короче, жду ваших комментариев, а мы перейдем к звучанию гитар. Давайте скинем все это на микшер. Ctrl-Shift-L. Сразу соберем в групповый канал. Но у нас будет еще один контакт. Это будет фортепиано для супер-мега эпичного парта. Давайте сразу его добавим. Это фортепиано я возьму из библы Нуар. Ну и перейдем к звучанию гитар. В первую очередь на основную гитару я закину эко-бой. Эко-е-бой. Так, конечно же, пинг-понг. Конечно, фидбэка побольше. Лоу-кад посильнее, хай-кад посильнее. Микс поменьше. Грува побольше и миксы побольше. Шикарно то, что нужно. И после него сразу кидаем RC-20. На RC-20 мы немножко дадим 100. Отключим noise. Вернем высокие. И немножко убавим низкие. Тони уберем ближе к центру. И, конечно же, space. Мне нравится. Теперь берем вторую гитару. На него по очереди перетаскиваем RC-20. И E-эко-бой. Или E-бой-эко. По очереди перетащили. Во-первых, эко-бой поставим на первое место. На нем добавим чуть-чуть микса. Space немножко убавим. И еще я хочу мягко убавить высоких частот немножко. Чуть убавим. Как-то так. Такие настройки мне нравятся. Я чуть-чуть добавил ревербу. Убавил высоких частот. И еще мне не нравится вот это. Вот отдельно, мне кажется, поприкольнее звучит. Теперь давайте пропишем мой любимый кусок из этого трека. Это Epic Proигрыш на фортепиано. Он начинается с аккорда F. F-мажор. Просто. И этот Та-та-тан, он играет. Вот так. Септ-аккорд. Та-тан. Дальше у нас идет, по-моему, D. И на D у нас минор. Да-да-да. Вот уже прикольно звучит. Только F перенесем наверх. Да. Тут C-е. Е, по-моему. Е-мажор. Он не входит в скейл, а то как шикарно звучит. И добавим. Да. Септ-аккорд. Просто аромат джаза веет из этой последовательности. Мне очень нравится. Берем лезвие. Тань-тань. Вот так. Тан. И тут уже аккорд ля. Причем вот такой ломанный ритм, блин, звучит круто. Реально, как кабак из 90-х. У меня почему-то такая ассоциация. Если у вас другая ассоциация, то тоже можете написать в комментариях. Мне интересно будет реально услышать. Потому что, по-моему, это звучит как чуть-чуть приджазованный шансон. Да, вот оно. Да-да-да. Потом вот так. Вот это сократим. Вот это сократим. Вот это сократим. И, по-моему, вот такой переход и возвращение на начало. Да-да-да-да-да. Теперь давайте Alt-R снова. Как-нибудь покрутим Velocity, но не очень сильно. И теперь Alt-S. И еще слабее крутим. Теперь нам нужно этому всему добавить низкие ноты. Потому что без них звучит не очень круто. Вот так. А если еще ниже добавить, продублируем еще на октаву вниз. У-у-у. У-у-у. Да. Теперь все это дублируем. Наверху выделяем Ctrl-B. И здесь у нас отпиливается все вот так вот. Вот это удаляется. Вот это выделяем. Нажмем Shift-D. Чтобы сделать... У-у-у. Вот этот чуть убаю. Вот этот чуть убаю. И дублируем. И вот это все вместе немножко прибавим, чтобы было... Та-тан. Да. Мне прям нравится. И здесь у нас будет подыгрывать гитарка. Как-то так, по-моему. Та-тан. 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 У-у-у. Какой кайф. Давайте теперь построим велосипед через тупо просто Alt-R пофигу. Наверху выделяем Ctrl-B. И просто все, что вот это удаляем. Потому что нам нужна только вот эта партия. Давайте пойдем в контакт. И Toneal Shift ему подкрутим. Чтобы ему поглубже было. И Color чуть-чуть добавим. Reverb включим. Теперь давайте его отправим на сюда. Я не знаю. Мой любимый парт в этом треке. Реально. Мой любимый парт. Теперь давайте... Я вынужден клонирую контакт с основной гитарой. За тем, что там есть одна малюсенькая партия. Она как-то... Как-то... Тан-тан-тан-тан-тан-тан. Тан-тан. 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 Да, вот так. И тут еще в одном месте есть... Ту-ту-ту-ту. Давайте просто покажу. Analog Lab и пресет Whistle. почему она лаклав потому что на меня есть спасибо артуре пишем в поиске в his all и еще тут можно просто вольем ревер поводим делай все играет один раз теперь давайте все это разукрасим для удобства чтобы не путаться в паттернах вот так вот выделяем бит из вступления жмем shift аль цель выбираем цвет какой-нибудь вот такой класс цвет выбираем кончить такой же жмем акцепт повторим для обычного бита и раскидаем все это по паттерна ну и на микшер все отправим конечно я сразу соберу групповой канал ударных на него же отправлю всякие вот эти шейкеры и еще создам сразу канал с реверберацией room tight room и открутим низкие частоты и вступление звучит так давайте убавим его и отправим в реверберацию шейкер нужно добавить бонга добавить вот так это сократим должно быть вот так ставим берем лезвие сократим как нибудь так и вот до сюда вот тут идет наш epic part из него парт один в один как в вступлении а после него просто такой кусочек но с маленьким подвох давайте make unique 808 баса здесь добавим звучок сюда пам 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 вот потом б бас пока не идеально читается мы накинем на него сейчас little radiator теперь выделяем control c make unique pattern кика удаляем все control v alt key enter shift d и еще тут будет в кике вот этот звучок есть еще и потом кусок из вступления со вступающим битом теперь давайте займемся звучанием бита в первую очередь на 808 бас little radiator чуть-чуть убавим хит и чуть убавим бас и отправим все на канал с реверберации по чуть-чуть опять же клэп и снайры поменьше хэт и побольше еще можно угореть и создать канал со второй реверберации которая уже будет холл давайте fat snare холл и в нем детей добавим и опять же открутим низкие частоты и еще меньше еще меньше на него будем все отправлять на канал со всеми ударными кидаем saturn в тюбе клинтюбе то что выше двух килогерц и добавим сюда озоны мая чуть-чуть вот так вот этот band поднимаем этот band поднимаем так теперь идем на канал с инструментами и раз уж мне так понравилось этот сомнительный прием из прошлого видео немножко отпилим низа в сайт составляющей а в мид составляющей отрежем чуть-чуть вверх и ну и конечно же фаб фильтр saturn прямо перед ним чтобы немножко точно также тюбе клинтюбе то что выше двух килогерц чуть-чуть подогреть и на мастере на клиппере чем мы можем сделать можем дать чуть-чуть буста softness 15 процентов и чуть-чуть в баса чуть-чуть убавим ну и в целом вроде бы все и перед тем как мы послушаем этот шикарный надеюсь по вашему мнению биток напоминаю вам что у меня есть видео курс по битмейкингу в стиле новой школы и трэпа который в том числе подойдет и новичка он стоит 3290 рублей и чтобы узнать о нем подробнее или заказать его напишите мне ссылка на меня есть в описании можете написать мне в директ инстаграме или в контакте в личные сообщения так что напишите мне прямо сейчас закажите видео курс и если это видео показалось вам чуточку полезным капельку интересным или просто понравился биток то смело ставьте полностью заслуженный лайк ну и конечно же конечно же подпишитесь на канал это очень важно от этого мне станет очень тепло и очень хорошо на душе для этого просто пролистайте если вы смотрите на компьютере и нажмите кнопочку подписаться а если вы смотрите на телефона просто из горизонтального режима перейдите вертикальный и нажмите подписаться мне станет очень хорошо и на этом у меня все с вами стас гарфрод надеюсь вам было интересно со мной в этом видео и буду ждать вас в следующем все все Субтитры сделал DimaTorzok